Музыка Меня зовут Далян Александрович Максимус. Я являюсь сотрудником МВД. В МВД служу в общей сложности почти 8 лет. Я выражаю не только свою точку зрения, но и точку зрения других сотрудников МВД и сотрудников СБУ. Которые остались верны данной ими присяге, законам страны, в которой мы проживаем и народу страны, в которой мы проживаем. Мне очень плачевно осознавать всю ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране. Экстремизм процветает на улицах и городах Украины. Не так давно вы были свидетелями проведения мирных демонстраций в Киеве. Когда коктейлями молотов и выстрелами из огнестрельного оружия были ранены и убиты сотрудники МВД. Я также скорблю по невинно убитым демонстрантам, которые действительно не были вооружены. Действительно не имели при себе ни коктейлями молотов, ни огнестрельного оружия. Кто их убил? Как это все произошло? Какие были провокации? В каком количестве? Нам еще предстоит разобраться. Но сейчас не об этом. Согласно положениям закона Украины о милиции статей 15 и 15.1 Согласно вообще всем любым мировым нормативно-правым актам, жизнь правоохранителя является неприкосновенной. Если я, дежуря в райделе на сутках, приезжаю к конкретному месту, на конкретный адрес, и мне в лицо из калитки или из окна высовывается огнестрельное оружие, я достаю свое табельное огнестрельное оружие, и я не жду приказа министра внутренних дел или президента нашей страны. Я имею полное право применить огнестрельное оружие на поражение. Мне очень тяжело осознавать и смотреть, в данный момент смотреть уже отснятые ранее материалы, когда по нашим коллегам, по сотрудникам МВД, применялось огнестрельное оружие, применялись коктейли молотова. И ребята, не вооруженные огнестрельным оружием, всего лишь с щитами и с палками, стояли и своей грудью закрывали ваши жизни. Будь у них огнестрельное оружие, даже если бы был указ или приказ президента или министра внутренних дел, в данном случае они бы все равно имели право принять огнестрельное оружие против коктейлей молотова, примененных по отношению к ним. Например, в Соединенных Штатах Америки, если полицейский остановил автомобиль, и водитель не положил руки на руль, то в данный момент он считается таким, который может доставать огнестрельное оружие. И в случае его убийства сотрудникам полиции он будет совершенно прав. Кроме того, и самое главное, прочитайте Конституцию Украины, почитайте законы нашей страны. По нашим законодательным актам, действующим президентам и верховным главнокомандующим вооруженных сил до сих пор является Виктор Федорович Янукович. Хотите вы этого, не хотите, нравится или не нравится, по законам нашей страны он является верховным главнокомандующим. Сейчас Россия приняла решение о ведении своих вооруженных сил. Соответственно, наш верховный главнокомандующий находится на территории этого государства, то есть Российской Федерации. Подумайте об этом. Подумайте о том, что будет в случае, если легитимная власть в виде нашего президента и прочих органов государственной власти будет восстановлена. Что будет с теми людьми, которые выполняли приказы нелегитимного правительства, так называемого, захваченного экстремистами и понуждаемого экстремистами к действиям? Просто прочитайте законы нашей страны. Будьте холодными и здравомыслящими людьми. Подумайте о том, что происходит у нас, на улицах нашей страны, на улицах наших городов. Я прошу вас принять непротивозаконные решения. Я прошу вас быть верными данной и вами присяге. Я прошу вас быть смелыми и упорными. Я прошу вас бороться с фашизмом и экстремизмом. Действовать сугубо согласно нашим законодательным актам. Если вы сотрудник милиции, действовать согласно положении статей 15 и 15 прим закона Украины о милиции, согласно которым вы имеете право применять огнестрельное оружие, если вам, членам вашей семьи или прочим гражданам угрожает опасность. Прошу вас действовать согласно нашим законам и не бояться экстремизма и фашизма. Будьте благоразумными. И наши войска МВД и СБУ с народом. Субтитры создавал DimaTorzok